итак здравствуйте ребята учащихся центра детского творчества грехтеданского района родители может кто-то смотрит это видео значит урок сегодняшний нас очередной он посвящен больше для начинающих у меня в этом году очень много ребят которые только записались на кружочек и хочется разобрать типичные ошибки которые делают ну практически все начинающие значит начнем мы слева руки с той которая берет аккорды значит что важно когда я показал и на схеме нарисовал куда ставить пальцы чтобы прижимать первые базовые аккорды что здесь важно здесь важно соблюдать обязательно позицию по ладам то есть вот эти расстояния от верхнего порожка до 2 3 4 вот эти расстояния называются лады вот если у нас например на схеме стоит что вторую струну вторую струну нам нужно прижать на первом ладу то это нужно делать вот именно первым пальцем вторую струну на первом ладу здесь есть маленькая такая подсказка брать нужно прижимать как можно ближе железочки к порожку которым мы ее будем жать то есть не вот здесь брать струну это тоже первый лад как бы а вот именно сдвигаться ближе к порожку и это правило касается всех пальцев всех струн так просто прижимать намного легче то есть не посредине лада не тем более уходя в левую сторону а как можно ближе в правую сторону да но не переходить через этот порожек потому что тогда вы уже будете как бы жать ко второму до ладу то есть вот где-то вот здесь нужно ставить пальчик вот мы поставили один пальчик теперь нам нужно добавить еще два пальца до для первого аккорда а м он же ля минор это на четвертой струне второй лад и третий и третья струна тоже на втором то есть если видно вот вам вот я показываю вот они 22 пальчика вот мы поставили аккорд сейчас он должен зазвучать но он не зазвучит если мы просто поставили пальцы нам важно именно прижать струны к металлическим порожкам чтобы они коснулись струны и только тогда появится звук и вот здесь важно последить чтобы у нас пальцы были прижаты потому что если не прижаты то звук будет вот такой какой-то да нету как бы звука у нас нет звука слышите тык 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 просто трещо . а вот если мы прижали появляется звон сразу появляется звон и здесь что важно нужно контролировать например в этом аккорде в а.м. первая струна первая струна вот я показываю правой рукой она ничем не прижимается она находится под пальцами и и не должны цепляться пальцы которые стоят на струне то есть она у нас открытая струна первая струна она открытая вот я сейчас ее дергаю она открыта и когда мы взяли аккорд она все равно у нас звучит открытой это обязательное условие ошибка у начинающих в том что они ложат вот так вот пальцы вот вложит не видите пальцы не перпендикулярно стоят а ложат и конечно когда пальцы стоят в таком положении струны открытые они будут ну как бы заглушены конечно аккорда не получится будет что-то такой трик трик и все нету у нас гитары нету поэтому когда мы взяли аккорд мы обязательно по одной струнке вот так можно медленно пройти и проверить толстые струны не обязательно сейчас нам задействовать это 5 6 струна нам важно чтобы у нас 1 2 3 4 струна зазвучали до 1 2 3 4 все когда мы этого добились вот медленно одним пальчиком тогда можно уже правой рукой взять ударить просто ударить устала рука чувствуете что больно с ним снимите поставьте еще раз дальше распространенная ошибка ребята почему-то думают что этот аккорд можно брать где-то вот здесь или вот здесь или здесь нет если положено на первом ладу и на втором да вот в этом месте и в этом месте пальчики все значит только здесь здесь уже аккорда не получится здесь будет я все прижимаю все как положено но не на том ладу за этим нужно следить как за этим следить многие пытаются ложить вот так вот гитару и играть как-то вот так ни в коем случае следить нужно так нужно наклониться и посмотреть играть я уже много раз говорил начинающим особенно тем кому трудно обнять гитару это не сам это даже не обязательно гитару можно просто даже положить на что-то играть можно вот здесь прям рядом с пальцами на начальном этапе можно звук не сильно изменится вот посмотрите здесь у меня здесь практически одинаково но здесь что удобно вы наклоняете голову смотрите гитара находится в правильном положении да правильно и вы смотрите и здесь берете аккорд нам важно добиться чистоты звука чтобы струнки все в аккорде звучали ну пусть там одна не будет 2 но когда все струны либо не прижаты либо заглушены звука не будет будет что-то такой трек 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 и все звука не будет дальше что еще важно положение пальца сзади вот у меня удобно когда палец вверху но это не обязательно тоже палец может быть и опущены чуть-чуть но обязательно что обязательно что он не видно да тут как-то мне не могу я показать вам это а вот вот так видно вот что он является опорным пальцем то есть вот это сжатие нам и важно можно его немножко выше если рука чуть больше если рука меньше можно его вот сюда куда-то но ни в коем случае не ложить вот так палец некоторые вот так вот палец ставят вот ставят как-то вот так вот и пытаются брать во первых это и смешно смотрится и при прижимать так ну на мой взгляд тяжелее пальчик сразу не привыкайте к ошибке пальчик у вас за грифом все за грифом пусть он чуть чуть ниже здесь можно кстати вот еще такая маленькая подсказочка вот такой горбик мы можем делать вниз вот такой но ни в коем случае не вот так руку вот некоторые пытаются у так как-то ставит руку вот вот так вот это неправильно или рука ровно или даже чуть-чуть из изу изогнута вот как бы вот тогда при взятии аккорда горбик вниз горбик у нас вниз идет горбик не вверх а вниз горбик ну в край лучше ровно рука идет по отношению кисти это важно тоже вот такие мелочи конечно их видно со стороны поэтому я всегда обращаюсь к родителям контролировать вам эти вещи потому что но ребенок он может как бы и забыть это для него кажется да какая разница как прижать а вот из-за этих тонкостей не получается взять аккорд не получается звук и соответственно как результат пропадает желание дальше учить когда аккорд прозвучал приятно это уже это уже музыка приятный и хочется двигаться дальше хочется двигаться дальше что еще у нас по левой руке мне хочется сказать что по левой руке ну такое распространенная я не знаю ошибка многие девочки ногти им нравится длинный ну вот на на гитаре в левой руке они будут конечно мешать то есть вы руку не поставите к струнам пальчики перпендикулярно будут ноготки мешать и поэтому желательно конечно чтоб на левой руке ноготочки были подстрижены так значит что еще важно по левой руке в принципе здесь уже все при переходе с аккорда на аккорд водка когда два аккорда у нас вот этих а м и е там разница только в том что все переставляется на струну выше я всегда рекомендую не бросать аккорд и искать заново все то есть ноги нация искать заново там где эти струны а как бы по шагам один пальчик вот этот начинаем с указательного с первого пальчика переставили и переставили здесь другой аккорд сразу пошел другой аккорд об и обратно также переставили 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 что мы достигаем эти мы не теряем контакт со струнами с грифом да мы не теряем и как бы даже на ощупь можем это все да потому что впоследствии мы конечно смотреть на струны уже не будем здесь в основном все аккорды уже берутся но автоматически как бы на ощупь так тактильное чувство но очень развивается ну вот все что касается для начинающих при переходе этих двух аккордов третий аккорд он похож на те он с первой струны здесь но один пальчик вот этот нужно выдвинуть на третий лад то есть все то же самое только этот пальчик это д.м. аккорд на третий лад моего выдвигаем и вот еще ошибка что после этого аккорда часто вот эти аккорды пытаются тоже взять на на три лада нет только нижний аккорд первая третья и вторая струна только этот аккорд мы берем на три лада первый лад второй и третий лад вот он за задействован первая третья струна и 2 и лады тоже 1 2 и 3 вот д.м. аккорд для цыганочки он нам нужен то есть мы играем здесь четыре удара переходим на а.м. который первый показал четыре удара и верхние возвращаемся на а.м. этот аккорд у нас является главным в этой тональности тоника как бы да 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 как переходить с аккорда на аккорд для начала нужно очень медленный темп вот сейчас мы заговорим о темпе конечно нам нужно поговорить о правой ударной руке потому что задавать темп у нас будет конечно правая рука которая бьет по струнам значит что касается самих ударов ну я рекомендую бить указательным пальчиком он очень свободный палец я всегда сравниваю что рука как будто вы струхиваете воду вот вы же не будете так вот закостенела ее струхивать а рука расслабленная очень и пальчик ходит как бы вскользь не надо по струны за зажимать этот палец и делали не то такие вот шкребущие да нет движение ни в коем случае вниз ударили вскользь вот у нас рука она у меня очень очень мягкая рука вниз и то же самое вверх немножко если струны хорошо прижаты звук будет если струны не прижаты то вы хоть как бейте этой рукой звука не будет хоть хоть сильно хоть слабо только усугубить и не качество то есть струны прижаты и мы легко касаясь получаем красивый чистый гитарный звук не в громкости здесь основное а в чистоте звука мы смотрим что все струнки у нас спать мы можем это проверять периодически по одной струнке взяли аккорд проверили и даже у меня чуть-чуть что туда я сразу посмотрел где что-то я зацепил каким-то пальцем я за зацепил ту струну которая в аккорде не участвует а этого делать нельзя категорически все значит правая рука как двигаться мы показали просто раз у нас всегда это сверху вниз 1 2 2 это вверх 3 вниз 4 вверх все так закончился у нас пока что размер 4 четверти мы играем такты по 4 доли можем раз два три 4 заново 1 2 2 так 4 3 так 2 3 4 то есть 4 доли мы сыграли и на раз мы меняем аккорд это трудно сделать обычно получается между аккордами паузами да пока пальчики переставим конечно для для левой руки это новая деятельность и бояться того что вот у меня медленно рука работает ну конечно она будет медленно мы когда-то писать учились первые буквы у нас были какие очень корявые потому что мы для нас это была новая деятельность то же самое здесь для руки прижатие струн это совершенно новая деятельность и рука не слушается это нормально постепенно это должно уйти чтобы это происходило легче задавайте правой рукой медленный темп то сделайте так раз два три 4 есть время перейти 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 4 конечно если вы попробуете сыграть быстром темпе вам нужно быстрее будет переходить просто с аккорда на аккорд это естественно поэтому не надо задавать правой рукой быстрый темп это распространенная ошибка всем при приходят начинают вот это ни к чему на начальном этапе ни к чему просто по 4 удара потом вы добавите темп вы когда вы почувствуете что у вас получается в левой руке вы обязательно добавите темп все у вас будет получаться и так цыганочка наша первая песня три аккорда которые они записаны у всех в тетрадочках есть кто ходит на кружочек и можно петь я цыган и ты цыган и оба мы цыгане ты воруешь лошади а я ворую сам да к пению это имеет отношение такое это не пение но дело в том что я специально акцентирую и не пытаюсь спеть мелодию а как бы просто заменяю счет ведь переход аккорда идет на определенный слог да я цыган и ты цыган и оба мы цыгане ты воруешь лошадей а я воруешь лошадей а я ворую сам то есть вот таким путем мы добиваемся того чтобы правильно переставляем аккорды под песню а потом конечно мы уже сможем спеть я цыган и ты цыган и оба мы цыгане ты воруешь лошадей а я ворую сам это уже конечно пение это вокал вокал это отдельная тема ребят это отдельная тема сейчас мы учимся играть на гитаре и молча брать аккорды ну не совсем правильно давайте хотя бы произносить слова или считать 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 вот если у вас получается цыганочка эти три аккорда без остановок без пауз между аккордами то есть ровно счет идет значит уже мы можем с вами переходить на более какие-то сложные интересные песни это начало если мы этот этап про проходим успешно поверьте дальше вам с гитарой будет ну попроще потому что вы будете только увеличивать количество аккордов количество песен ну учиться вокалу петь обязательно потому что мы играем аккордами я повторяю аккордами если бы мы играли темами да там здесь у нас идет тема есть можно не петь а когда мы играем аккордами если мы не будем петь то непонятно что это будет просто набор аккордов я называю это тренчание ну если вам нравится просто по перебирать аккорды пожалуйста никто не запрещает это тоже умение играть но если вы хотите играть и петь то нужно обязательно добавлять пение и петь мимо это не стыдно тот кто поет и поет мимо он постепенно запоет потому что он пробует он начинает понимать что где-то он не дотянул голосом где-то он не попал голос как любой аппарат наш как любая мышца а надо она тренируется она способна не надо думать что кто-то талант кто-то не талант все это так из области знаете озарила меня или не озарила сегодня стой ноги я встал не стой ноги я встал постепенно мне нравится пословица курочка по зернышку клюет ребята давайте закончим на сегодня этот урок это для младших а для старших у меня немножко позже будет мы будем разучивать там уже песню интересную современную сейчас она востребована кстати она песня то сама по себе старая но почему-то сейчас востребовано такой маленький анонс я сделал не буду раскрывать пока что всех секретов занимайтесь гитары это несложно это вам пригодится по-любому как и любое умение в жизни всем пока пока до свидания